Как утверждают специалисты, омикрон опаснее других штаммов коронавирусной инфекции из-за более высокой заразности. Поэтому очень важно поддерживать высокий титр антител, прививаться от коронавируса или проходить ревакцинацию. Существует высокий риск заразиться им даже при малых дозах инфицирования. В отличие от предыдущих типов, этот тип поражает не только 60+, но и поражает детское население. И это самое главное, в чем состоит опасность. Несмотря на то, что многие говорят, что токсичность ниже, она у разных людей будет проявляться в зависимости от состояния иммунной системы по-разному. Поэтому, уважаемые коллеги, все, кто не привелись, обязательно надо привиться, потому что наша вакцина, спутник, очень эффективна, в том числе при действии омикрона. Но, по мнению медиков, у нас еще есть время, чтобы обезопасить себя. Личная стратегия защиты от омикрона должна включать три позиции. Первое – это повторная вакцинация бустером спустя шесть месяцев. Второе – ношение масок. Сейчас отношение к этому должно быть более строгим, поскольку риск инфицирования повышается. Если есть возможность, то лучше применять не обычные маски, а более серьезные, с фильтрозащитой. Третье – это максимальное сокращение социальных контактов.